В прошлом видео мы показали кадр из фильма «В поисках Немо», где частицы для большей наглядности их движения представлены в виде шариков. Затем на основании и положении частиц мы строим поверхность и в конце концов рисуем её более похожей на воду. Чтобы изгладить частицы и получить поверхность, мы используем тепловую аналогию. Во-первых, представим, что каждая частица – это маленький нагреватель. Во-вторых, представим, что у нас есть термометр, показывающий температуру в каждой конкретной точке. Пусть для примера температура частицы равна 1000 градусам. При удалении от неё температура падает. Скажем, температура вот здесь пусть равняется 100 градусам. Но точек, нагретых до 100 градусов, не одна, а множество. Соединив все точки, где термометр покажет 100 градусов, получим кривую, обозначенную жёлтым цветом. И тут мы делаем трюк. Заполнив внутренность жёлтой кривой голубым цветом, мы получим фигуру, очень похожую на лужицу с водой. Если частицы далеко друг от друга, голубые области разделяются на отдельные капли. Но если их сдвинуть, голубые области объединятся и станут похожи на настоящую воду. Вот пример из нескольких частиц. Он напоминает воду ещё больше, несколько тысяч частиц станут ещё больше походить на воду. В мультфильмах мы работаем с объёмом, и кривая превращается в поверхность, как в этой сцене из мультфильма «В поисках Дори». Или в этом ещё экстремальном кадре, тоже из этого же мультфильма. А вот пример из Университета монстров. Здесь мы симулируем не воду, а краску. Мы добавили вязкости, поскольку краска более вязкая, чем вода. Мы не знали точно, как поведёт себя краска, поэтому изначально сняли сцену с настоящей краской. Такой подход очень помог нам создать правдоподобный кадр. На этом прервёмся, чтобы вы потренировались на следующем упражнении. Удачи!